Субтитры подогнал «Симон» В прямом эфире на телеканале «Татарстан-24» программа «ЖКС» Жилищно-коммунальные советы, советы по строительству, ремонту и сфере ЖКХ. С вами Гульнас Мениханова. Здравствуйте! Тема нашей программы не теряет своей актуальности. Сегодня мы говорим с вами о недвижимости и об изменениях в долевом строительстве. Ждет ли нас повышение цен на квадратный метр? Задавайте свои вопросы, делитесь своими идеями. Телефон на прямом эфире для города Казани 511-99-66 и бесплатный номер для районов нашей республики 8 800-532-55. Представлю нашего гостя. Это директор агентства недвижимости Анастасия Гизатова. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что же у нас происходит на рынке недвижимости в Казани, на Юго-Востоке, в целом по республике? Что у нас происходит? Несмотря на жаркую погоду, лето показывает активный рост. Давайте посмотрим данные Росреестра. Если мы обратимся к вторичному рынку, то есть регистрация сделок по купле-продаже, то июнь опередил показатели мая, и количество сделок по республике Татарстан составило больше 6 тысяч сделок. А долевка, напротив, уступила вторичному рынку и не побила показателей мая, и составило всего 1506 договоров долевого участия, было заключено по республике Татарстан. А как по сравнению с прошлым годом? Это больше или меньше? Ну, долевка не может до сих пор перебить рекорд июня 2014 года. Тогда было заключено более 1900 договоров долевого участия. Но прошлый год мы превысили на 300 договоров долевого участия. То есть в 2017 году у нас было 1224 договоров долевого участия. А что касается цен и условий покупки жилья? Что касается цен. Если еще год назад мы говорили, что средняя стоимость квадратного метра в Казани составляет 60 тысяч за квадратный метр, ну то есть плюс-минус в зависимости от категории и класса жилого комплекса, то сейчас уже мы приблизились к отметке 70. А в целом по республике? В целом по республике, но, естественно, очень сложно сделать среднюю цену по республике, потому что если мы возьмем, допустим, город Буинск или Опастово и сравним с Казани, то средняя температура по больнице не очень информативна. То есть однокомнатную квартиру в Буинске мы можем купить или в Опастово до 1 миллиона рублей, или за миллион рублей найти, то в Казани стоимость в два раза выше, то есть минимум 2 миллиона рублей. То есть сказать среднюю сложно. Поэтому я лучше скажу Казань, потому что она более инвестиционно привлекательна для всех городов республики Татарстан. Поэтому мы смотрим. Вторичный рынок у нас замер на отметке 71 тысяча за квадратный метр, а первичный рынок 68 тысяч за квадратный метр. То есть давайте возьмем пример, что нам понятно. Однокомнатная хрущевка, самый низкий порог вхождения 2 миллиона 100. Это средняя и ближе к минимальной стоимости за однокомнатную квартиру 30 квадратных метров с хорошей судьбой 50-летнего возраста, то есть хорошей историей. Если мы берем двухкомнатную минимальную хрущевку, то это в среднем 2 миллиона 600. И трехкомнатная это 3 миллиона. Если мы переходим в другое качество жилья, то есть там площадь становится больше, а уже возраст становится меньше, то однокомнатные в среднем 3,5 миллиона рублей. Их называют в народе улучшенки. Двухкомнатные 4,5 миллиона рублей, а трехкомнатные 6,5 миллиона рублей. То есть такой диапазон. Чем меньше возраст, тем выше стоимость. Ну, в принципе, логично. Но это касается средних цен. А если мы сейчас поговорим с вами о среднем таком портрете покупателя. Кто чаще покупает жилье? И может быть, в связи с чемпионатом у нас появились покупатели из зарубежья? После разговора с коллегами и проанализировав статистику сделок, могу сказать следующее. Зарубежные гости не интересовались нашим жильем. Если только для информации, для сравнительной характеристики жилья, допустим, в городе Барселона и Казань, то есть не с целью покупки, а все-таки россияне, которые приезжали, им интересна Казань в качестве инвестиционного проекта. Они интересовались жильем, они интересовались вузами, которые здесь есть. И рассматривают в качестве переезда для своих детей в будущем. Ну, в принципе, если даже сейчас брать не чемпионат, а в целом, кто чаще покупает в Казани или в Набережных Челнах? Квартиры. Какой средний покупатель? Может быть, на самом деле, пусть не из Москвы, а из ближайших регионов приезжают? Так, главное заблуждение многих клиентов и продавцов недвижимости, они считают, что почему-то москвичи просто рвутся приобретать недвижимость в Казани, особенно жилую, особенно квартиры. Это не так. Москвичей, как самых, ну, может быть, желанных для кого-то покупателей, хотя это не так, интересует только коммерческой недвижимость, и то ограниченный ряд объектов. Вот, это раз. Кто наши основные поставщики клиентов на рынок Татарстана? Это Чуваше, это Мариэл, это Кировская область. То есть, получается, наши соседи. Почему? Либо это возвращение на историческую родину, раньше по распределению отправлялись в соседние регионы, либо дети сейчас выбирают в качестве места обучения вуза Татарстана, и, соответственно, детей нужно обеспечить жильем, и они приобретают квартиры для детей. Это однокомнатные квартиры. Также уже квартиры другого сегмента и большей площадью приобретают семьи, которые в свое время уезжали на север, так называемый. На север и Сибирь. Это, получается, Коми-Республика, Ямало-Ненинский автономный округ, Ханты-Мансийский и, получается, Красноярский край. Вот, это, получается, у нас, это уже не трудовая миграция, это тоже возвращение к истокам. И нужно рассмотреть трудовую миграцию, которую, ну, по ряду причин нашли работу в нашем регионе и переехали. Анастасия, у нас есть звонок, давайте примем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, девочки, это, наверное, Челны вас беспокоит. Угу, говорите. Здравствуйте, я хотела Анастасии задать вопрос. В набережной Челнах, 38 лет дома. Дальше, дальше. Вопросы в чем? Стоимость, наверное, да? Сколько будет стоить квадратный метр такого отелья? Давайте так, сейчас вы редактором оставите свой телефон, скажете более точные параметры квартиры, мы вам перезвоним и скажем ваш ценовой диапазон в связи, связанный со сроком экспозиции. Это будет более точно и детально мы это все обсудим. Хорошо? Спасибо за звонок. Спасибо. Хотелось бы вернуться к изначальной уже теме. Мы заявили изменения в загнодательстве в сфере долевого строительства. С 1 июля внесены изменения. Хотелось бы узнать, что ждет для жителей и для застройщиков. Что ждет покупателя? Ну, во-первых, хочется сказать главное, без паники. Изменения есть. Да, они скажутся на стоимость квадратного метра, но скажутся не сейчас. Застройщики России, в том числе Татарстаны, они заблаговременно запаслись разрешениями на строительство. Соответственно, их эти все поправки не коснутся. Те поправки, которые так или иначе скажутся на повышении стоимости квадратного метра. Поэтому вы можете спокойно, кардинальных изменений в ближайший год-два у нас не произойдет. Если застройщики будут повышать стоимость и ссылаться на эти поправки, это будет неким лукавством, потому что прямого отношения к этому объекту они пока иметь не будут. А теперь коротко о поправках. Что из хорошего и приятного для дольщиков? Первое – это безопасность. Безопасность в чем? Раньше денежные средства вы передавали застройщику по договору долевого участия после проведения регистрации договора долевого участия. То есть договор зарегистрирован, и вы передаете денежные средства. Сейчас будет иначе. Между вами и застройщиком возникает посредник. Посредник, который на вас никак не сказывается материально. Это банк. То есть денежные средства ваши передаются в банк на так называемый скроу-счет. И банк уже эти денежные средства передаст застройщику только в том случае, если застройщик передаст вам ключ от квартиры. То есть когда объект будет достроен. Таким образом вы не рискуете потерять свои денежные средства, но вы уже будете закреплены за определенной квартирой. Это раз. Второе. Возникает опасение у дольщиков. А как будет с деньгами? Казань и вообще в частности Татарстан очень сильно пострадали от банковского кризиса. Во-первых, денежные средства в размере 10 миллионов рублей они застрахованы. И они будут возвращены в случае, если с банком случится такая, скажем так, неприятность. Второе. Второе. Определен круг банков, которые могут участвовать в данной программе. Вы можете выбрать там, если так сказать, монстры банковского сектора. Можно ознакомиться? Можно ознакомиться на сайте Центробанка. И в принципе можем перекинуть и могут ознакомиться на сайте, если что, Минстроя. То есть можем выложить эту информацию. Вот. Это второе. Теперь. На самом деле эти новшества, они не очень хорошо и не очень справедливо скажутся на застройщиках. Я считаю, что они ужесточены и можно было их смягчить. Но, во-первых, начнем. Один дом, одно разрешение на строительство. То есть технически, когда ты строишь комплекс, могут возникнуть сложности. Но на конкретном потребителе это никак не скажется. Теперь следующее. У застройщика должна быть определенная репутация. Это как минимум 10 тысяч квадратных метров построенного жилья. То есть если вы вдруг сейчас сидите перед телевизором или вообще думаете войти в строительный бизнес, сразу в него, как застройщик, вы не зайдете, потому что вам необходим опыт. И за спиной хотя бы в качестве подрядчика 10 тысяч квадратных метров. Что такое 10 тысяч квадратных метров? Сразу вопрос. Но это такой добротный, хороший, трехподъездный, девятиэтажный дом. Вот. Это 10 тысяч квадратных метров. Вот это вот такие основные... Еще у застройщика должны быть собственные денежные средства. Это логично. Да. Участок должен быть в собственном стиле варенья. Ну, в принципе, так и было. Ну, основное, это, конечно, одно разрешение на строительство, один дом, собственные средства, опыт. Это как бы это. Ну, все сделано для того, чтобы обезопасить максимально наших жителей от неблагоприятной экономической ситуации. Вот так вот. Да. Потому что, в принципе, в России в каждом регионе есть, конечно, лидеры. И Татарстан тоже тут не самое последнее место занимает по количеству так называемых обманутых дольщиков. То есть где застройщик не выполнил свои обязательства в силу разных причин. То есть, может быть, где-то это был умысел, а где-то это может быть сложная экономическая ситуация, которая также влияет на застройщика. Не хотелось бы параллелить мой вопрос вот именно с обманутыми дольщиками, но в среднем. В принципе, вот сейчас стоит ли вкладывать свои деньги в недвижимость или стоит подождать какого-то более благоприятного момента и когда он будет? Так, смотря, с чем связан вопрос. Есть ли в качестве инвестиций? Да. Это один ответ. Да? То есть, стоит ли в качестве инвестиций? Вообще, если мы рассматриваем в долгосрочной перспективе, допустим, этот 5 лет, то стоимость квадратного метра в текущей рыночной ситуации, она повысится. Повысится, но не сразу, ни в первый, ни во второй год. Чем это может быть нивелировано? Да, затраты и издержки застройщика, они увеличиваются. Но нельзя не принимать в расчет то, что все-таки благосостояние населения не растет. То есть, уровень зарплат, он остался прежним, а цены на продукты питания и вообще потребительская корзина, она увеличивается. Соответственно, покупательская способность, она снижается. Поэтому вполне возможно, что застройщики будут нивелировать цены изменением технологии строительства, уменьшением квадратных площадей. Потому что, может быть, объективная стоимость будет увеличена, но кто будет покупать? То есть, кто купит по таким высоким ценам эти квартиры? А если мы говорим о сезоне, в конце года стоит покупать ее? Или мы сейчас ожидаем пик, например, в августе, когда все приедут уже поступать, и для студентов будут родители покупать квартиры? И в связи с этим, возможно, застройщики поднимут цены на квадратный метр? Сейчас, вообще всегда, в любое время есть объекты, то есть, сезонность есть. Да, активность вырастет в сентябре, однозначно, в конце августа будет очень активный рынок. Но в любой период всегда можно найти объекты, которые идут со скидками или, ну, как бы, излишки перепроизводства. То есть, всегда можно найти объект по сниженной стоимости. Если у вас не стоит задача купить в каком-то конкретном комплексе, то тогда вы можете отложить покупку. Если вы хотите территориально, либо какую-то определенную планировку или этаж, лучше не затягивать. Это связано с тем, что просто ее не будет, потому что рынок будет активный. Цены более, чем на 10% в ближайшее время, они не вырастут. Они, в принципе, в течение года и так на 10% повышаются. А что касается апартаментов, в средствах массовой информации мы встречаем о том, что вот сейчас строятся такие-то апартаменты, апартаменты, апартаменты. Жилье это можно приватизировать? Так, сначала мы определимся со статусом апартаменты и квартиры. Вообще Татарстан, он не так отмечен апартаментами, как Москва, Московская область и Санкт-Петербург. То есть там не менее 40% всего Вадимова жилья все-таки это апартаменты. С чем связано? Застройщик переходит к апартаментам в том случае, если по каким-то причинам он не может получить разрешение строительства на жилой дом. Построить жилой дом гораздо сложнее, чем построить апартаменты, потому что вы должны обеспечить своих жильцов садиком, обеспечить их школами, парковочными местами, определенные требования по жилому помещению, та же инсоляция и другие моменты. К апартаментам более лояльно относятся. Соответственно, застройщик, если на своем участке не может разместить жилой дом, он может построить апартаменты. Апартаменты в Москве строят, если мы не берем территориально какой-то фактор, потому что апартаменты в центре будут дороже стоить, чем жилье в Москве. Если мы берем одинаковые по своим характеристикам объекты и берем стоимость, то апартаменты всегда стоят дешевле. Почему? Потому что оплата коммунальных услуг апартаментам будет выше, там тарифы иные могут быть для нежилых помещений, это нежилое помещение. Но вы в любом случае можете пользоваться социальной инфраструктурой, садики, школы. Если вы купили апартамент, вы можете зарегистрироваться по этому месту. Временная прописка. Как бы временная прописка. То есть там узкое такое место, все эксперты по-разному трактуют. Но вы это можете сделать и пользоваться социальной инфраструктурой. Но оплаты и какие-то моменты у вас будут выше, чем для жилых. Ну это апартаменты, арендное жилье, кстати. О, кстати, по апартаментам вы можете, нужно тут поднять вопрос по возврату налогового вычета, потому что по 220 статье налогового кодекса возврат налогового вычета, то есть 260 тысяч каждый может получить в жилого помещения. Это раз, то есть нужно понять вот этот момент. И нужно посмотреть, каким образом будет кредитование, да, то есть какая программа будет банка. Потому что если мы возьмем сейчас программу поддержки многодетных семей, то есть где 2 и более ребенка по субсидированной процентной ставке, то есть это 6% на 3 и на 5 лет, то апартаменты туда не попадут. Это потому что не жилое помещение. Вот так. То есть там есть свои нюансы, нужно смотреть. Но в качестве, допустим, если вы инвестор, и вы рассматриваете квартиру для сдачи ее в аренду, и апартаменты вам подходят территориально, то есть тут можно не сомневаться, приобретать. И в принципе, если бы мне апартаменты, если бы мне территориально понравилось, меня бы не сдержали эти все факторы, я бы купила апартаменты. Апартаменты, арендное жилье. Может ли вы выделить какие-нибудь тренды в жилищном строительстве, в недвижимости? В недвижимости, ну, во-первых, пошел дефицит трехкомнатных и двухкомнатных квартир. Если мы сейчас посмотрим, то застройщики перекраивают свои планировки. Если раньше эти были однокомнатные квартиры, упор делался на них и ставка, то сейчас пошли небольшие двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. То есть это дефицит. Это не инвесторы, а семьи, которые хотят объективно улучшить свои жилищные условия. Это первый тренд. Опять же, остается не крупногабаритность квартир. То есть за 100 квадратов все-таки не выходит. То есть ушло в прошлое, либо это будут объекты определенного сегмента, то есть комфорт плюс и выше. Следующие инвесторы также не уходят с рынка. Их не такое большое количество, как раньше. Их количество чуть-чуть увеличилось, когда банковский кризис и были утеряны доверия к банкам в связи с позицией АСВ. Они рассматривают также однокомнатные квартиры с целью дальнейшей сдачи в аренду. Что касается перепродажи, то как таковая перепродажа, покупка на ранней стадии и продажа на итоговой, она уже не занимает большое количество инвесторов. Как правило, они приобретают, делают ремонт и уже продают готовое жилье. Студии? Студии. Студии, они интересны, но если будет альтернатива приобрести квартиру-студию с таким метражом и квартиру с стандартной планировкой, все-таки сейчас будут выбирать со стандартной. Как бы насытились. Большое вам спасибо за программу. Программа подходит к завершению. Это была программа ЖКС. Мы с вами встретимся ровно через неделю. До свидания. Продолжение следует...